Ом намо Бхагавате Васуде Вая Мы читаем одиннадцатую песню Шримадбхагаватам, восьмую главу, которая называется «История Пингалы из Удавагиты». Текст. Начинаем с текста двадцать первого. Я прочитаю несколько предыдущих текстов, переводы, чтобы восстановить контекст, тем более, что вчера мы тоже пропустили наше чтение. Святой человек, отрекшись от мира и поселившись в лесу никогда не должен слушать песни и музыку, побуждающую дух материальных удовольствий, ему следует внимательно изучить пример оленя, который погибает за выражённые сладкими звуками охотничьего рожка. Текст восемнадцатый. Соблюдая пост, ведущие люди быстро подчиняют себе все органы чувства, исключение составляет язык, поскольку в отсутствие еды этот орган вкуса только ещё больше требует удовлетворения. И сегодня мы начинаем, продолжаем чтение с двадцать первого текста. Соблюдая пост, ведущие люди быстро подчиняются. Перевод. Татьяру пока человек не обуздал свой язык, нельзя сказать, что он обуздал чувства, пусть даже он смог подчинить себе все остальные органы чувств. Однако тот, кто властвует над языком, может по праву считаться хозяином всех чувств. Мы видим, как построено удовагита, так же как и в Бхагавангите Господь Кришна вначале описывает базисные вещи. Вначале Бхагавангита Господь Кришна говорит о душе, о духовной науке, о том, кто я. Он говорит очень много о том, как правильно увлекать органы чувств, выполнять свой долг, для кого нужно выполнять свой долг, с каким настроением нужно... Упс, почему ты отключился? Мы прочли несколько текстов, подводящих к 21-му тексту, с которым продолжаем чтение. Давайте я снова прочитаю текст на санскрите и перевод. До тех пор, пока человек не обуздал свой язык, нельзя сказать, что он обуздал чувства. Пусть даже он смог подчинить себе все остальные органы чувств. Однако тот, кто властвует над языком, может по праву считаться хозяином всех чувств. И мы сказали, я сказал вначале, что Бхагавангита и Удавагита построены так же примерно, как и Бхагавангита вначале. И Господь Кришна в обеих этих книгах говорит о базисных вещах, о том, кто я, о том, что такое чувство, и как эти чувства нужно правильно увлекать, что такое долг, как нужно правильно выполнять свой долг, с каким настроением, потом для кого свой долг нужно выполнять, какова высшая цель выполнения. То есть он описывает постепенно вещи, которые подводят нас к высшей теме Бхагавангиты, ради которой он и рассказывает ее о бхакти, чистом преданном служении. И точно так же Господь Кришна строит свой рассказ Удави, Удави-гити, подводя его в конечном счете к высшей теме, к бесраздельному преданию себе. Поэтому эти первые главы, которые мы уже две недели как читаем, седьмая и восьмая главы одиннадцатой песни, говорят об таких базисных вещах, без которых невозможно постичь темы, связанные с чистым преданном служении, вступить в царство Бхакти. И так же Шрила Прабхупада, наставление своим ученикам, говорил о вещах не потому, что они сами по себе важны, четыре регулирующие принципы, например. Они даже не являются, строго говоря, принципами духовной жизни. Так же, как и принцип удерживания своих чувств от объектов чувств, о котором говорит здесь Господь Кришна, строго говоря, не является духовным. Но без него, без, по крайней мере, теоретического понимания того, что необходимо развить себе определенную степень отречения от материального мира, человек, скорее всего, застрянет в своей духовной практике. И для него, или для нее, размышления о чистом преданном служении станут в лучшем случае теоретическими, а в худшем случае превратятся в фарс. Когда человек будет говорить о чистом преданном служении, типа, на практике будет жить совсем по-другому. Поэтому в этих стихах Господь Кришна останавливается на предмере Адхуд. На примере Адхуд и Брамана останавливаются подробно о том, как важно правильно относиться, научиться правильно относиться к чувствам и к окружающему миру, который мы воспринимаем через чувства. Решил пропаду в своих наставлениях ученикам. Очень часто говорил о том, как важно утром вставать рано, как важно омовение совершать, как важно и так далее. Много всяких бытовых вещей. Поддерживать чистоту в доме, как важно надевать чистые одежды. И он говорил даже в некоторых местах, что пока человек не научится рано вставать, то никакой духовной жизни не может идти речь. Вот так. То есть понятно повторять Харе Кришна, понятно читать о Кришне, но если мы переносим центры своей жизни в другие гуны, а это происходит неизбежно, когда мы пропускаем утренние часы, делаем это на регулярной основе, конечно, бывают разные обстоятельства в жизни, но если это превращается в практику для нас, ложиться очень поздно и вставать очень поздно, и наверстывать потом день уже с поздних утренних часов, то эти гуны страсти и невежества, которые вынуждают человека жить в таком ритме, будут влиять в том числе и на нашу духовную практику, на решение следовать. И поэтому Шилпопад говорил неоднократно в своих наставлениях, никакой духовной жизни не может идти речь, если человек не научился рано вставать до восхода солнца. Ну вот так. А так само по себе и стоит человеку хотя бы небольшой вкус развить преданному служению, то для него нет необходимости или для нее развивать отречение отдельно. Об этом также говорит Шилру Пагаслами в Бахти Расамрита Синду. Так мы начинаем читать комментарии к этому тексту. Принимая пищу, мы наделяем энергией все органы чувств, и если язык не подчиняется нам, наши чувства развращаются, стаскивают нас на материальный уровень. Поэтому любыми способами человек должен обуздывать язык. Во время поста другие органы чувств слабеют, но язык только еще больше хочет наслаждаться вкусом изысканных блюд. Или хотя бы каких-то блюд, не обязательно изысканных, они все изысканными становятся после какого-то поста. Вспомните себя после дневного поста на джанмаштаве. Любые блюда становятся изысканными. И когда человек в конце концов уступает ему все остальные органы чувств, быстро, очень быстро выходит из-под контроля. Поэтому Шилвишна Тачакварти Такур советует нам есть махапрасат, пищу, предложенную Господу, да и то в умеренных количествах. Мы в прошлый раз говорили в этой истории со Шилвишна Тачакварти, когда он спросил у одного воодушевленного поеданием сладостей, махапрасатных сладостей, гостя Гавдимат, спросил у него, кто кого ест, ты ешь просат или просат ест тебя. Кроме того, с помощью языка мы произносим звуки. Самый лучший звук – это святое имя Верховного Господа. Человек должен повторять святые имена и пробовать на вкус экстаз чистого преданного сознания Кришны. В этих звуках махамантра Харе Кришна содержится очень много вкуса. Настолько, что Шиларупа Госвами, когда он повторял Харе Кришна, он писал в своем дневнике Джапы, это в его книге, этот стих содержится, в Лолита Мадави. Он говорит, «Ну, джаны, джаниятки, яберамритая Кришна, итиварна дай». Я не знаю, сколько вкуса содержится в этих двух слогах Кришна, потому что стоит мне начать повторять Харе Кришна, то мне хочется иметь миллионы языков, потому что одному не хватает. И точно так же Придху Махараш, когда он встретился с Верховным Господом лицом к лицу, он хотел иметь как можно больше глаз, чтобы видеть Господа, и как можно языков, чтобы прославлять Его, и как можно больше ушей, чтобы слушать. Про языков он не говорит, но мы знаем из описания других опытов, из других описаний опыта своих оснований с Верховным Господом воочию, что все органы чувствуются без исключения, оживают и приобретают свою духовную природу и хотят, можно сказать, впиться в Господа по-своему другу Махадач, когда он увидел Господа, Его чувства, ожилие, и он захотел вдыхать аромат Господа ноздрями, обнимать Его руками, склоняться к Его стопам, целовать Его и так далее, смотреть на Него. И поскольку все эти органы чувств иногда вступают в противоречие друг с другом, потому что сложно одновременно осыпать поцелуями стопы Господа и смотреть на Его лицо, глазами, то возникает такая сложность у преданных, духовная сложность. Или когда, как Вишнавадача Квартакура описывает в Мадуре Кадамени, когда преданный развивает спурти, или не развивает спурти, вернее, а спурти приходит к нему саму по себе внезапно, Господь по очереди проявляет им, открывает им один за другим и Его аспекты, свои аспекты Личности. Вначале образ, потом прикосновение, потом аромат, потом, я не помню точно, последовательность, потом звук, потом аромат Его тела, и потом Он все вместе эти аспекты своей Личности проявляет одновременно и преданных. Каждый раз погружается в обморок падает духовный. Вот, поэтому, Святое Имя Господа, как здесь ученики Шилапрапада пишут, самый лучший звук и самое лучшее занятие для языка и для ушей. Одновременно однажды в Шилапрападе спросили, как контролировать ум во время повторения джапы. Это было во время утренней прогулки, по-моему. Я слушал это в записи, и Шилапрапада сказал, контролировать ум, при чем здесь контролем, а нужно просто повторять языком и слушать ушами, вот и все. Ум-то здесь при чем? Сам собой ум притягивается к тому, чем заняты хотя бы два чувства. Если два чувства заняты чем-то, то ум тоже там. Продолжаем чтение комментариев. Человек должен повторять святые имена и пробовать на вкус экстаз чистого сознания Кришны. В Бхагавангитии говорится, «раса варджам, раса пьяся, парам дриштва, ани вартате». Только высший вкус сознания Кришны может помочь человеку отказаться от извращенного, низшего вкуса, который удерживает всех нас в материальном рабстве. Следующий, мы должны читать комментарий. Решила Бхагистанта, стара свадьет Акура, отмечает, что разум покрытой материей не позволяет человеку понять, какое счастье приносит сознание Кришны. Вместо того, чтобы находиться во вражебуме, обители Верховного Господа, живое существо, пытаясь насладиться отдельно от Кришны, остается в материальном мире во власти своих чувств. Особенно несладко обусловленной душе приходят языка желудка гениталий, которые не дают ей покоя ни днем, ни ночью. Но эти желания утихают, когда живое существо познает блаженство отношений с Господом, источником любых наслаждений. Тот, кто привязан к удивительному вкусу сознания Кришны, непроизвольно соблюдает все правила религиозной жизни. Ибо у такого человека есть спонтанное влечение к вишуды сатвы чистой благости. Без этого влечения человек под натиском материальных чувств так и остается сбитым с толку. То есть, здесь очень важная мысль, духовная жизнь является естественным занятием для чувств. Об этом также говорил Шила Пападо в своем знаменитом вступлении к Киртану, к пластинке, которую он записал в Нью-Йорке. Он говорит, это сознание Кришны изноты, an artificial imposition of the mind. Это не что-то искусственно навязанное уму, это естественная деятельность. И мы видим, что в принципе в любых религиях люди, которые достигают определенного уровня духовного развития, ведут себя как преданные. Ну вот как вот мы у нас, у них также ранние утренние часы, молитвы, как правило, как правило вегетарианство. Мы видим великих святых в разных традициях, в том числе, например, в исламе. Мне рассказывали, преданные очень знающие, сами радиожиденные в исламской традиции, что есть и примеры святых даже там, которые по этой причине, по причине своего духовного развития отказывались от невегетарианской пищи и так далее. И опыт, который приходит к ним, тоже очень сопоставим с опытом преданных естественным образом. Более того, и даже есть интересный эксперимент, который зафиксирован научно. У меня есть эта статья. Она была написана, эксперимент был проведен в Америке в начале 2000-х. Один преданный, которого зовут Дьира Говинда Прабу, или его обычное имя, мирское имя, доктор Дэвид Вулф. Он писал диссертацию по психологии. Это диссертация или статья, вернее, эксперимент опубликован в психологических журналах, журнал по психологии или психиатрии. И он разделил группу испытуемых на три части. И каждый из них дал определенную мантру для повторения. Вернее, двум дал мантру, а третий не давал. Была контрольная группа. Одной группе он дал махамантру Харья Кришна. Второй он дал придуманную мантру, которая звучала, похожая, и ритмический рисунок у него был похожим. Но она не значила ровным счетом ничего, состоялась из придуманных слов. И третий он не дал ровным счетом ничего. И вот им нужно было повторять, по-моему, по три круга. Или, может быть, они не по кругам, а считывали по длительности во времени эти мантры первым двум группам. И сравнивались результаты по образу жизни в том числе. Они заполняли определенный опросник. И выяснилось, что за несколько месяцев исследований в первой группе происходили интересные изменения. Все в одну сторону. Людям у нас становилось приятнее посыпаться раньше и раньше. И они начали, многие из них, переходить сами по себе на вегетарианскую диету. Кем-то так складывалось в их жизни, что вегетарианство приходило в их жизнь. И так далее. Они чувствовали себя более умиротворенным. У них улучшились отношения с коллегами по работе или в семье. А во второй и в третьей группе, в той, которая повторяла придуманную мантру, и в третьей, которая вообще ничего не повторяла. Практически никаких изменений не было. Очень интересные исследования. Но это не есть на практике. То есть это доказывает тот тезис, который говорит Шила Прабхупада здесь. Вернее, здесь ученики его повторяют. Но он говорит об этом во многих других своих наставлениях. Что сознание Кришны, естественно, развивается в человеке. И естественным развитием этого сознания становится одухотворение или, по крайней мере, очищение внешней стороны жизни человека. Человек постепенно поднимается в гуну благостей. И с другой стороны, поддержание гуну благостей сознательными усилиями благоприятно для практики приятного служения. Это самая благоприятная среда или условия для духовной практики. Продолжаем с тенью. Даже в начальной стадии предного служения саддана-бхакти регулируемая практика столь могущественна, что способна возвести человека на уровне на артханеврите, где он избавляется от греховных привычек и освобождается от давления со стороны языка, желудка, гениталий. Так человек спасается от рабства мирских страстей и соблазны материальной энергии больше не могут его обмануть. И опять же, таким примером нет числа. Есть числа. Таким примером и каждый из нас, очевидно, является доказательством справедливости этих слов, потому что мы все помним по собственному опыту, что в начале нас в практике духовно привело что-то позитивное, какой-то вкус от просада или от общения, или от киртана. И потом, и очень скоро чувство в телеге нет звука. Я не знаю, даже, дорогие преданы, напишите, пожалуйста, есть ли у вас звук в телеграме, потому что у меня микрофон включен здесь. Сейчас я проверю еще раз чат. Гарея Кришна, Гарея Кришна. Здесь вроде бы звук есть. Напишите, пожалуйста, в чате, в инстаграме. Проверьте, пожалуйста, есть ли звук в телеграме на канале, потому что здесь микрофон включен, и звук, насколько я вижу, по-контрольному чату открытым передо мной, звук там есть. Да, есть звук. Спасибо большое. Проверьте, пожалуйста, ваши настройки, Ратмир. Извините за паузу. Да, и мы говорили о том, что каждый из нас, и каждый из нас наверняка на собственном опыте могут подтвердить, что желание контролировать чувства и способность это делать пришли позже духовной практикой. В мере того, как мы занимались позитивной деятельностью в повторении киртани, в их принятии просад, общении с преданными, это способность и желание пришли сами собой. И преданные избавлялись от самых-самых тяжелых, самых порабощающих привязанностей достаточно легко, с легкостью, которые невозможно воспроизвести какими-то мирскими способами. От наркотиков, от привязанности к сексу, от привязанности к другим греховным вещам и вообще греховному настроению, образу жизни. И опять же, примером этому является описание шастер, на который ссылается, в частности, Господь читает Махапрабу в беседе санатной госсами, да? Он говорит об этом, про охотника Мригари. Он приводит им пример, как охотник Мригари, встретивший с Нарады Муни, сам собой постепенно очистился от своей греховной жизни. И во время следующей их встречи он не смог наступить даже на муравья, несмотря на то, что как бы всю жизнь жил, причиняя страдания другим сознательно. И по развитию вот таких наклонностей, в том числе, по тому, насколько естественно для нас пытаться контролировать своему чувству или, по крайней мере, осознавать необходимость этого. Мы можем следить за том, насколько продвигаемся мы в духовной жизни, в какую сторону мы движемся. Невозможно, как говорит Шиладжи Вага с вами, двигаться на восток и ожидать оказаться на западе. И точно так же невозможно развивать себе привязанность к материальному миру, ожидая, что мы, в конце концов, станем чистыми, неприятными. Или наоборот. Невозможно сохранять себе привязанность к материальному миру, если мы серьезно занимаемся духовной практикой. Поэтому эти критерии, о которых здесь говорит Абадута Браман, и Господь Кришна повторяет его слова, являются для нас такими реперными точками, позволяющими понять, в какую сторону мы движемся. Давайте продолжим чтение, комментарии. Как говорится, не все то золото, что блестит. В связи с этим Шрила Брэксинамта Сарасвати Таку рекомендует нам внимательно прочесть слова одной песни, написанной его отцом Шилы Бхактинодантакурум. Песня нам известна. Шариравиддяджал дзюдендриятахикал джи випели вишая сагарай тарамады джихвати лоба мой судурмати таки джатикатхина самсарай Кришна барадо я мой курибары джихва джай свапрасаданадилабай сэйнамрита паврада Кришна гунагал прямадакачитанитай О Господь! Материальное тело томок невежества, чувства тропинки, ведущие к смерти. Так или иначе мы оказались в океане не на чувственном усложнении и всех органов чувств язык самый ненасытный, неукротимый. Об условленной душе в этом мире очень трудно обуздывать язык, но ты, дорогой Кришна, так в милости, что даровал нам остатки своей пищи, принимая которой мы можем обуздать язык. Попробуйте же этот нектарный Кришна-прасад, воспойте с флаву их милостям, шище рада Кришне, и с любовью воскликните, чьи таня не тай. После нескольких месяцев даже духовной практики у нас уже вырабатывается условный рефлекс на эту песню. Сразу все необходимые физиологические процессы включаются, когда мы начинаем ее повторять. Павлов мог бы вполне по нам изучать также реакцию на эту рефлекс. Но самый главный рефлекс, который должен пробудиться, это почтительное отношение к просаду, которое мы понимаем сразу после повторения этой молитвы. Текст 22. Теперь Господь Кришна начинает рассказывать историю про Пингалу, блудницу Пингалу, которая жила. Как живут блудницы? Пингалу нама вишья сид видеиха на горе Пура, тасья ме шикшитам кинчит, ни бодханри панандана. О потомок царей, в стародавние времена в городе Видеиха жила блудница по имени Пингала. Позволь же мне рассказать тебе, чему я научился у этой женщины. Текст 23. Однажды вечером эта блудница, желая заблечь кого-нибудь в свой дом любовных утех, стояла снаружи и демонстрировала свою красоту. Надо сказать, что даже в Стольном Граде Господа Кришна в Двараке жили куртизанки, их так деликатно называют. Женщины, которые выполняли важную социальную функцию, они позволяли людям, которые не могли сдерживать свои чувства, эти чувства вовлекать в то, чем они хотели, их вовлечь вот с этими женщинами. А не развращать население в целом. И Шилл Брукланов говорил, что да, бывает, что необходимо кому-то из мирских людей такое и такие условия иметь. Это должно быть регламентировано и порядочено государством. В противном случае желания останутся. Разврат перекочует из вот таких домов терпимости в семьи людей, которые окружают таких невоздержанных жителей. Поэтому это один из способов социального регулирования. Помимо этого, эти куртизанки были в свое время, я помню, читал давно роман Ефремова, пытался по крайней мере читать, Таиса Финская, там как раз о такой куртизанке говорится. И в других странах мира такая культура была, где они были по большому счету образованными, культурными. Женщины общения с которыми, похоже, для таких людей невоздержанных, для многих из них было шагом вверх в их уровне культурности, образованности, а не наоборот. То есть, пользуясь этими желаниями людей, эти женщины образованные, культурные, но вот занимающиеся такой профессией, помогали им подниматься вверх. Помню, как мы, если на эту тему говорить, мы были на Радхаятре в Дели. И Радхаятре в Дели проходило вокруг древнего района. В Дели красная крепость, так называемая Пуранакила. Мы шли по кругу вокруг этого удивительного комплекса. Очень красиво. И там очень много самых разных кварталов, где самые разные профессии, так сказать, присутствуют, представлены. Там идешь целый квартал торговцев тканями, потом целый квартал торговцев какими-то металлическими, металлической утварию с кармом домашним и так далее. И вот мы шли с процессией. Я тогда совсем недавно в Индию только стал приезжать, еще ничего не знал. И вдруг один махарадж, к которому шли вместе, рядом ученик Шил-Прапады, сказал мне, посмотри вокруг, где мы идем. И посмотрел вокруг, увидел какую-то странную картину. Дома такие однотипные. И в домах балконы наверху. И крыши, также плоские крыши в Индию, на которые можно выйти, как такие террасы. И на них стояли женщины. На всех них стояли женщины примерно одного возраста. И все стояли и махали оттуда с крыш этих домов, из балконов руками. Они пели Харе Кришна, хлопали в ладоши, приветствовали. И мне сказали, да, интересно. Он говорит, а что? Я говорю, что это? Он говорит, это квартал красных фонарей. И вот эти дамы, живущие здесь, приветствуют Господа Кришну. Вспомнили, как Господь Кришна возвращался в два рука, и там такая же картина была. Все эти женщины высыпали на крыши, на балконы, и приветствовали. То есть, они были преданными. И в два рука, и здесь, в Дели, преданные, участвовавшие в Харинамасан-Киртане, но при этом занимающиеся такой профессией. И вот одна из таких представительниц и профессий была в городе Видеха. И вечером она стояла и ждала клиентов, где монастрирула свою красоту. Текст 24. Марга Агачхато Викшья Пурушан Пурушар Шабха Тан Шулка Дан Витаватах О, лучший из людей. Блудница страстно же хотела денег, и потому внимательно изучала всех мужчин, которые проходили мимо. Она думала, о, вот у этого, конечно же, есть деньги. Я знаю, что он может заплатить назначенную цену, и я уверен, что ему очень понравится мое общество. Так она думала обо всех мужчинах, которых видела на улице. В силу Рагунат-Хадас Госвами, когда он пришел в Пури, пришел в Пури и жил там как отшельник в Пури, как в саду. И Господь Читания получал сводки от своих спутников Асрупа Дамодары о том, как ведет себя Рагунат-Хадас, воспитанный, выросший в роскоши и богатстве. И когда Рагунат-Хадас перестал принимать деньги от своего отца на первое питание, перестал приглашать Господа Читания Махапрабу на обеды, и он стал жить подаяниями. И вот постепенно от одной стадии отречения переходил на другой. Это проявлялось в том числе и в том, как он питался. И на одной из стадий он стоял у ворот, на самой ранней, стоял у ворот храма Джаганадхи и просил милостыню людей, которые выходили из храма. И потом он перестал так делать, перестал стоять, и стал просто собирать пищу, просить милостыню у торговцев, просадам. И он объяснил Господу Читанию Махапрабу, что он стоял у ворот этого храма и оценил всех проходящих людей. И думаю, а вот этот мне даст, он богато одет, а этот наверняка обеден, даже просить у него не буду. И он потом подумал, что я веду себя как женщина, такая, как Пингал. Потому что начинаю оценивать людей с точки зрения того, что они могут мне дать. Как важно следить за своим умом и мотивами в общении с людьми, в том числе и для тех, кто живет в отречении, или особенно для них, чтобы не превращать общение с другими людьми и вот в такое подобие, я не буду называть это каким-то термином, но тем не менее, они все суть явления одного порядка, когда мы оцениваем людей, потому что они могут нам дать, и общаемся с ними соответственно. И здесь Пингала показывает, например, того, как не нужно смотреть на людей и как не нужно оценивать их, потому что они могут мне дать. Текст 25, 26. Агатэша паятэшу Сасанкетопадживини Апьяньо виттаванкопи Мамупайшиати буридаха Эвам Эвам дурашаят хваста Нидрадваря валамбати Ниргать ханти провишати Нишитхам самопадета Пингала стояла Пингала стояла в дверях своего дома, и мимо то туда, то сюда проходили мужчины. Поскольку единственным источником заработка для нее была проституция, она с волнением думала, может быть, этот, что идет сейчас сюда, очень богат. Ах, он не остановился, но ничего, кто-нибудь еще придет. Точно, вот тот мужчина, который приближается, захочет заплатить за мою любовь. Он даст мне много денег. Так, питая пустые надежды, стояла она, прислонившись к дверному косяку, не в силах махнуть на все рукой и пойти спать. Иногда, сгорая от нетерпения, она выходила на середину улицы, но затем возвращалась в дом. Тем временем наступила полночь. Тек, 27. Блуднице нужны были деньги, глядя, как в пустую проходит ночь, она стала угрюмой и осунулась. И вот, измученная мыслями о деньгах и доведенная до полного отчаяния, она в какой-то момент поняла, что ей уже все равно, придет сейчас кто-то к ней или не придет. И тут же ум ее озарился счастьем. Комментарий. Из этих стихов яствует, что в эту ночь блуднице Пингали так и не удалось завлечь в свой дом клиентов. Расстроенной, доведенной до отчаяния, она постепенно стала безразличной к своим проблемам. Вот как, вот так сильные страдания порой выводят человека на путь просветления. Или, как гласит санскритская поговорка, из разочарования рождается глубочайшее удовлетворение. Пингала посвятила свою жизнь удовлетворению желаний множества похотливых мужчин. Служа своим умом, телом и словами богатым любовником, она полностью забыла о преданном служении Верховной Личности Бога, и потому ум ее все время метал с ее стороны в сторону, не зная покоя. Потерпев неудачу, она в жестоком разочаровании с осунувшимся лицом и пересохшим горлом стала равнодушно взирать на происходящее, и тут же ее ум озарился счастьем. Сих 28. С отвращением обвинувшись на свою жизнь, блудница стала абсолютно равнодушна к своим занятиям. Отрешенность действует подобно мечу, разрубая на куски сеть материальных желаний и надежд. А теперь послушай, пожалуйста, песню, которую той ночью спела Пингала. Сеть материальных желаний возникает, когда человек начинает по ошибке думать, что может достичь в материальном мире устойчивого положения. Эту сеть нужно разрубить в мечом отрешенности, иначе нам придется биться в иллюзорных сетях Майи, не имея никакого представления о свободной духовной жизни. Сих 29. Вот царь, как человек, лишенный духовного знания, никогда не испытывает желания избавиться от ложного чувства собственности по отношению ко многим материальным вещам, так и тот, в ком не развелась отрешенность, не ходит избавляться от рабства материального мира. Текст 30. Блудница Пингала сказала, «Только посмотрите, в какой чудовищной иллюзии я нахожусь. Не сила совладать с умом, я как дура, желаю насладиться близостью с каким-то ничтожным мужчиной. Комментарии. В материальном мире чувства об условной души притягиваются к различным объектам, и так они становятся... Извините, я прочитаю снова со второй попытки. В материальном мире чувства об условной души... Душа, в данном случае у нас в русском, душа женского рода. В материальном мире чувства об условной души притягиваются к различным объектам, и так она становится первостатейной дурой. Причиной материальной жизни является наше безразличие к абсолютной истине. Обусловленная душа мнит себя господином материального мира, а целью души считает удовлетворение чувств. Чем больше человек пытается наслаждаться материальным миром, тем сильнее его окутывают иллюзии. Из этого стиха становится ясно, что блудница Пингала не только зарабатывала проституцией на жизнь, но и получала удовольствие от недозволенных половых контактов с бесчисленными мужчинами. Слова «кантат асатага» указывают на то, что она свободно торговала собой и не пренебрегала даже самыми заурядными и никчемными людьми, считая их своими любовниками. Поэтому она говорит «я была полной дурой». Слова «балиша» означает тот, кто мыслит по-ребячески, не понимая толком, что правильно, а что нет. Текст 31. Я так глупа, что прекратила служить самому близкому и дорогому существу, всегда пребывающему в моем сердце. «Это существо Господь Вселенной, дарующий нам настоящую любовь и счастье. Господь источник всех богатств, и хотя он пребывает в моем сердце, я не обращала на него никакого внимания. Вместо этого я по невежеству своему ублажала ничтожных мужчин, которые никогда не могли удовлетворить мои истинные желания и проносили мне лишь беды, страх, тревоги, скорбь и иллюзию». В этой связи можно вспомнить стих, который Шиллупа Паду часто цитировал. Это стих, который я помню, он написал, сейчас я вспомню, скажу точно. Бхакти Расамри Дзисин, он цитируется, но написал его, я не помню кто. Шиллупа Господь приводит его, на любом случае я прочитаю. В этом стихе Шиллупа Господь пишет словами предного, который говорит, «Господь, нет пределов моим греховным желаниям». Давайте я открою его на русском языке, прочитать перевод. КАМАДИ НАМ КАТИНА КАТИДХА ПАЛЕТА ДУРНИ ДЕША ДЕШАМ ВЕТАМАИНА КАРУНА НО НАТРАПАНО ПАШАНТИХИ Это Мадьялила, 22 глава, текст 16. А предный говорит «О мой Господь, похоть и ее свита без конца помыкают мной. И хотя я верно служил этим господам, исполняя все их желания, никакой милости от них я не увидел. Мне не стыдно было служить им, и я даже не пытался уйти от них. Господь, у повелителя рода яду, недавно мой разум пробудился, и я решил покинуть их. Благодаря духовному разуму я сейчас отказываюсь подчиняться их приказам. Я пришел к тебе, чтобы вручить себя в надежде обрести бесстрашие лотоса твоих стоп. Окажи мне милость, займи меня служением тебе и спаси меня». И здесь как раз та же самая ситуация описывается, в которой поет Пингала. Здесь предный говорит, что «Мои Господа, чувства к Амадинам, во главе с вожделением, Каама Адинам, начиная с вожделения, и затем продолжая с гневом, жадностью, иллюзией, завистью и так далее». Это и свита вожделения, и его свита. Которые, их так много было, кати. И они, кати дга, занимали меня бесчисленными способами, всевозможными способами, импали так. Дурни дэша. И давали мне бесстыдные приказания, абсолютно возмутительные, постыдные. И я при этом, тишам джата, маина коруна, они в них, в этих желаниях и чувствах, тишам джата, маина коруна, они не проявляли по отношению ко мне никакого сострадания. Не давали мне продуху ни днем, ни ночью. И я при этом, они бесстыдно занимали меня в служении, и я бесстыдно им служил. И я при этом упашань тихи не желал порвать с ними, продолжал служить им, хотя страдал. Но теперь лабда буддис, этот трансцендентный разум пробудился во мне. Пелена впала, спала с моих глаз, я вижу все теперь в истинном свете, я вижу, в каком постыдном положении я оказался. Поэтому, Господь, я обращаюсь к им лотосным стопам, пожалуйста, спаси меня, не прогоняй меня, улучши из яду, яду патэ, и займи меня в служении тебе. Так даруя мне бесстрашие. Это стих из Мадви Лилы, 22 глава, текст 16. Предлагаем чтение. Комментарий. Пингала сокрушается о том, что предпочла служить самым грешным и никчемным мужчинам. В свое время она считала, что они принесут ей счастье, и потому не служила истинному господину сердца Крышни. Пингала изо всех сил старалась заработать деньги, не зная о том, что Верховный Господь всегда рад наградить богатством своего искреннего преданного. Блудница гордилась своим умением блажать мужчин, но теперь она скорбит о том, что не пыталась порадовать Верховного Господа. Верховный Господь находится в стороне отдела материального мира. Верховный Господь Кришна – единственный, кто способен наслаждаться всем и вся. Но человек должен узнать, как удовлетворить его своим чистым премным служением. Текст 32. О, как бессмысленно, я мучила собственную душу. Я продавала свое тело похотливым, жадным мужчинам, которых только можно пожалеть. Занимаясь самым отвратительным делом проституции, я надеялась заработать денег и получить сексуальное удовольствие. Комментарии от проституток требуется умение пробуждать мужчину, склонность наслаждаться. По всей видимости, Пингала была столь наивна, что придерживалась романтических представлений о своем занятии, всерьез пыталась строить любовные отношения со своими клиентами. Она не понимала, что все эти мужчины просто отбросы общества, и что приходят они к ней из самых грязных побуждений. На примере блудницы Пингала нам следует понять, что, оставляя преднаслужение Господу, мы просто остаемся жертвой иллюзорной энергии и подвергаем себя жестоким страданиям. Материальное тело подобно дому, в котором живу я, душа. Кости моего позвоночника, ребер, рук и ног можно сравнить с брусселями, поперечными, балками и колоннами этого дома. Все это строение наполнено испражнением и мочой, покрыто кожей, волосами и ногтями. Девять врат, ведущих внутрь этого тела, постоянно выделяют нечистоты. Так какая же еще женщина, кроме меня, может быть настолько глупа, чтобы посвятить себя материальному телу и считать этот механизм источником наслаждения и любви? И то же самое говорит, с такими же словами говорит Рукмини-деви. Мы можем прочитать ее слова из 10-й песни Шимад-багу. Можно я буквально секунду постараюсь быстро найти этот стих для вас? Весенний Господа Кришны Рукмини. Да, это не для слабонервных, дорогие, преданные. Особенно не для слабонервных, но на самом деле для всех. Я сейчас открою его в русском варианте, что прочитать. 10-й песни Шимад-багу. Да, вот называется «Господь Кришна дразнит царицу Рукмини». Итак, Рукмини Деви говорит «Женщина, которой не удалось вдохнуть аромат меда твоих лотостных стоп, остается одураченной и принимает в мужья или любовники живой труп, покрытый кожей, усами, ногтями, волосами на голове и теле и содержащий в себе плоть, кости, кровь, паразитов, экскременты, слизь, желчь и воздух». Рукмини Деви говорит об этом в «Десятой песне Шримад Бхагава» о беседе с Кришной. Так что, как это называется в современной культуре? Демотиватор? Вот демотиватор от Рукмини. Может быть, кому-нибудь в голову придет создать графическое изображение, инфографику, так сказать, на основе этого, описание. Я не рекомендую, но тем не менее, описание очень наглядное. И продолжаем чтение такого же наглядного описания своего тела из уст Пингалы. Комментарии. «Девять врат, ведущих в тело и обратно – это два глаза, два носа, рот, два глаза, две ноздри, рот, два уха, гениталии и анус». Слово «вамша», «позвоночник» также переводится как «бамбук». Скелет действительно похож на сооружение из бамбука. Подобно тому, как бамбук может быстро сгореть в огне или под ударами топора разлететься на куски. Материальное тело, которое и так постоянно разрушается, в любой момент может утонуть, сгореть, задохнуться и так далее. В конечном итоге тело суждено превратиться в прах, и потому нет большего неудачника, чем тот, кто посвящает всю свою жизнь этому непрочному механизму, наполненному малоприятными субстанциями. Текст 34. «Он – высшая душа, пребывающая в сердце каждого, поэтому теперь заплачу необходимую цену, полностью придам все ему и, приобретя Господа, буду наслаждаться с ним», подобно Лакшми Деве. Комментарий. «Человек обретет высшее вечное счастье. Нужно извлечь наибольшую пользу из невыгодной покупки материального тела и посвятить это тело, а также ум и речь Господу. Заплатив такую цену, можно приобрести Господу самого лучшего нашего друга и доброжелателя. Так, естественным образом, наша давняя склонность к чувствам и наслаждениям будет изжита». Текст 36. «Кият приямты вья бхаджан кама е камада на раха. Адян таванта бхарья я дева ва калавидру таха». Считается, что от мужчины женщина получает чувственное удовольствие. «Однако все эти мужчины, включая полубогов на небесах, когда-то родились и когда-нибудь умрут, все небренные создания, которых унесет время. Так много ли истинного наслаждения или счастья они могут дать своим женам?» В этом мире комментарий, где время всему кладет конец. Каждый печется в первую очередь о собственных чувственных наслаждениях. В обществе материалистов никто по-настоящему не помогает друг другу. Так называемая материальная любовь – просто обман. И Пингала постепенно начинает это понимать. Текст из-за седьмой. «Хотя я всеми силами стремилась наслаждаться материальным миром, каким-то чудом в моем сердце возникла отрешенность, и это принесло мне необычайное счастье. Должно быть верховно решить Бога Вишну довольной. Сама того неведа я сделала для него что-то приятное». Текст из-за седьмой. Развив себе отрешенность, человек может освободиться от такого материального общения, дружбы, любви. И тот, кто тяжко страдает от отчаяния, становится равнодушным к материальному миру. Благодаря подобным страданиям и в моем сердце проснулась отрешенность. Но разве можно называть меня, испытавшую столь благотворные муки, неудачницей? В действительности мне очень повезло. Я обрела милость Верховного Господа. Вероятно, он по той или иной причине доволен мной. Мы знаем из Бхактира Самрита Синду, что Верховный Господь, а также его преданные, могут благословлять других несколькими способами. Словами, пожеланиями или прикосновениями. И если о нас хорошо думают, великий преданный или Господь, первое более вероятно, чем второе, то это быстро проявляется в форме нашего взаимного влечения к Нему в служении. Мы видим это на примере Шрила Прупада. Просто от одного его милостивого взгляда. Иногда люди становились преданными или по его молитвам. Примером тому есть Гирирадж Махарадж, который рассказывал, как он, будучи студентом, приходил. Студентом из очень благополучной семьи, очень богатой семьи, приходил скептически. Пришел однажды скептически на программу, на которую его пригласил друг. Он сидел, видимо, сложив руки на груди и очень скептически все слушал, что там Шрила Прупада говорил. Ему ничего не понравилось. Он подумал, приходить я больше сюда не буду. А потом он захотел прийти еще раз, чтобы убедиться, что туда не нужно приходить. А потом еще раз. А потом снова стал приходить, потом остался на ночь вашими, потом переехал вашим, стал брахмачарей. И потом, через какое-то время, Прупада увидев его, сказал, «О, ты уже здесь, я молился тебе, Господу Кришне». Вот так. Текст из-за девятый. Я слоняюсь перед Господом, принимая великий дар, который Он не спасал мне, отказавшийся от своих греховных желаний, направленных на бессмысленные чувственные наслаждения. Я вручаю себя Верховной Личности Бога. Вот мы видим, как это лабда, лабда буддии, как духовный разум пробуждается в ней. Теперь я полностью удовлетворена, и у меня проснулась тверда вера в милость Господа. С этого момента, с этого дня, я буду поддерживать свое существование лишь тем, что приходит само. И единственной радостью для меня будет Господь, подлинный источник любви и счастья. Деятельность, направленное удовлетворение, чувство отнимает у живого существа разум. Вследствие этого оно падает в темный колодец материального существования, где его хватает смертоносный змей времени. Так кто же, кроме Верховной Личности Бога, может спасти бедное живое существо из этого беспомощного состояния? Комментарий в одном из предыдущих стихов Пингала сказала, что даже полубоги не могут сделать женщину по-настоящему счастливой. Может возникнуть вопрос, а кто позволил ей пренебрежительно отназываться таких возвышенных существа, как Брама, Шива и другие полубоги? Ответ на этот вопрос дан здесь. Если человек действительно хочет решить все проблемы жизни и вернуться домой и обратно к Богу, он должен укрыться в сине и лотосных стоп Господа. Другого метода не существует. Хорошо известно, что полубоги тоже рождаются и умирают. Как говорит сам Господь Шива, «Мукти прадата сарвишам вишнур эвана сам шейха». Воистину Господь Вишну, это Тот, кто дарует освобождение каждому. Можно вспомнить стих, который произносит Прабхуданна Сарасвати, где говорится, «Кайвайрамна ракьяете, ты даша пуракаша пушпаете, дурдантендри, сарпакалу патали прадхата дамштуете, вишвам пурна сукаете, видгима хендра дишча китая». Китай это означает в этом стихе, что все великие полубоги, такие как видги, и положение, вернее, не сами полубоги, но положение полубогов становится для преданного, который поймал на себе милость и взгляд Господа Читании, ничуть не привлекательнее положение насекомого. Я спешу, потому что хочу закончить главу, нам осталось всего три стиха. Текстов 42. Видя, что вся вселенная находится во власти змея-времени, живое существо начинает мысли трезво и отказывается от всех материальных чувственных наслаждений. В таком состоянии живое существо становится своим собственным защитником. Комментарий. «Душа, постигшая свою истинную природу, может по милости Господу увидеть, что вся вселенная находится в пасти великого змея-времени. Такое положение дел не сулит ничего хорошего, и тот, кто понимает это, теряет всякий интерес к чувственным наслаждениям. Таким образом, по беспричинной милости Господа, живое существо, обладающее духовным разумом, может защитить себя от иллюзии. В этих стихах Пингала прославляет Бога за то, что он милостиво награждает живых существ освобождением. В связи с этим может возникнуть вопрос, поклоняется ли она Богу из любви, или же ее слова продиктованы желанием обрести освобождение из материального плена. В ответ можно с уверенностью сказать, что ее сознание Кришны уже принесло ее освобождение, хотя она еще и оставалась в этом мире. Теперь она просто хотела с любовью служить Личности Бога, без всяких эгоистических желаний, в том числе и желания освобождения. Это единственное, о чем она мечтала. И завершает эту главу 2 стиха Брамана, Авадвуты, текст 43, Авадвуты сказал так, преисполнившись решимости, Пингала отбросила свое греховное желание наслаждаться близостью с любовниками и стал абсолютно умиротворенной. В таком состоянии она села на свою кровать. Текст 44, последний в этой главе. Воистинно материальное желание – источник величайших несчастья, тогда как свобода от материальных желаний – причины величайшего счастья, искоренив себе желание наслаждаться обществом так называемых любовников, Пингала очень счастливая забылась тихим сном. Так заканчивается комментарий «Смиренный слуг» и «Вооборостной милости» Ачеба Активиданта Свами и Правопады к 8 главе 11 песни Шимадбхагаватам, которая называется «История Пингала». Все, дорогие преданы сегодня. Мы заканчиваем нашу трансляцию и, надеюсь, сможем завтра продолжить 9 главы, которая называется «Отрешенность от всего материального». Большое спасибо! Шрила Прабхупада Кийджай, Грантарат Шимадбхагаватам Кийджай, Шривудова Гита Кийджай, Шримати Пингала Деви Кийджай. И всем вам тоже Кийджай. Харе Кришна!